Приветствую вас! Оптимально в вашей ситуации, вот именно в вашей ситуации, оптимально будет обратиться к семейному психологу для корректировки всех моментов, потому что совершенно очевидно, что у вас и у вашей жены есть обиды друг на друга. Вы обижены на нее, она обижена на вас, и, в общем-то, вас можно понять, но только это, как вы сами понимаете, это ни на что не влияет, потому что проблему это не решает вашу никак, к сожалению. Вот. Значит, смотрите, по поводу вашей истории в целом. Значит, мне сорок, женой мне десять лет, двое детей. Она запругалась, я ушел из дома на полгода. Вот как вы считаете, если вы уходите на полгода из дома, то что это означает для вашей жены, например? Вот. Что это означает? Для вашей супруги что это значит? Для вашей супруги это значит только одно, что она свободна, и что она не может больше на вас рассчитывать. Ваша супруга не может больше на вас рассчитывать. Понимаете? Вот. Вот. То есть, вы ушли, вы ушли, оставили ее. Да? Вот. То есть, я вас не обвиняю, я не хочу вас обвинять. То есть, моя цель она не в обвинении вас. Моя цель в том, чтобы вы увидели ответственность свою в этой истории. Вы ушли, и вы увидели, к чему это привело. То есть, вы увидели, что вот вы ушли, и ваша жена, она изменила. Потому что человек слаб, потому что человек может испытывать определенные чувства, человеку может тяжело быть, человеку может хотеться, там, любви, ласки, там, ну, чего-то еще. Это нормально. Это нормально. Вот. Понимаете? То есть, вы столкнулись с последствиями, что если вы ушли, и жена нам изменила. И теперь, теперь, вы продолжаете, продолжаете чувствовать, чувствовать последствия своих действий. То есть, вы продолжаете чувствовать, значит, себя негативно, вы чувствуете себя негативно. Вам неприятно, вам тяжело, вам не по себе, вам дискомфортно, вам больно. Это и есть ответственность. Это и есть ответственность за ваши поступки, за ваши действия, которые вы совершили. Понимаете? Понимаете? И теперь, теперь, вам нужно сделать выводы. Понимаете, какая история? Вам нужно, теперь, сделать вывод, исходя из того, что с вами произошло. Исходя из того, что с вами случилось. Сделайте вывод, каким, каким вы можете выводы сделать. Понимаете? Из этой истории. То есть, вы говорите, значит, если изменила один раз, изменит еще, нет. Это не так. Это неправда. Вот это просто стереотип такой. Ну вот. А вывод вы сделали, вы сделали, что у вас, значит, так, вот вы пишите, что у меня к нему изнутри отношения, во-первых, кому ему непонятно, к кому у вас отвращение. Вот. Но если вы про свою жену, то я понимаю вам. Да, я понимаю. Вот. Но это, в данном случае, перенос соответственности за то, что вы сделали. Ушли вы, вы ушли. Вы свою жену оставили, вы свою жену оставили. Но вы не желаете признавать последствия своих действий. Это первое. Второе. Это вскрыло, вскрыло. То есть, вот эта ситуация, она вскрыла ваши проблемы. Какие проблемы? Например, проблема неуверенности в себе. Допустим. Например, проблема, значит, ну, допустим, проблема ревности. Допустим. Допустим. Проблема ревности. Вот. Понимаете? Вот. И. Отношение важное к сексу. То есть, отношение к сексу, как к чему-то грязному. Как к чему-то грязному. Чему-то недопустимому, чему-то нереальному, чему-то плохому. Вот и подумайте. Откуда у вас это взялось? Откуда делиться эти установки, что если изменит один раз, если изменил один раз, изменит еще? Да, изменит еще, если вы ничего в своих отношениях не поменяете. Да, изменит еще, если проблемы, которые у вас были, из-за чего вы ушли от нее, то вы не решите. Конечно, изменит. Потому что, человек же живой. И естественно, что, чего-то этому человеку хочется. То есть, если у нее есть какие-то желания, это нормально. Нормально, нормально хотеть всего-то. Нормально делать всего-то. А если у вас полгода не было? Вот. Понимаете? Так что, вот здесь, конечно, нужно, нужно здесь, конечно, разбираться. Разбираться, как и что вообще произошло у вас, и из-за чего вы ушли, и почему вы ушли, и так далее. Все это, все вот это, вот, конечно, нужно исследовать. Вот. А то, вот я вас, я понимаю вас, я понимаю, что вы чувствуете, правда, я понимаю, что вы чувствуете хорошо-нехорошо, я это понимаю. Вот. Но и вы, вы тоже поймите, что здесь, в данный момент, вы думаете, скорее о, только лишь о себе, вы не думаете о жене. Вот. Понимаете? Вот именно о жене вы не думаете. О своей. Вот. А это, ну, далеко не самый лучший расклад. Понимаете? То есть, вот, это показатель, скорее, да, такого определенного эгоизма, да, то есть, вы думаете о себе, а не думаете о нем. Не думаете, например, о том, каково здесь было, когда вы ушли на полгода. Вот. Бабы помогали, но это была полная неопределенность. А если человек привык к определенности, привык к защищенности, вот, то что в таком, что в таком случае нужно было делать, да? Вот. Еще раз, вы поймите, я ее не защищаю, я хочу, чтобы вы взяли личную ответственность. То есть, понятно, что ваша жена, она поступила, ну, так, как поступила. Можно ее винить в этом? Нет, нельзя. Хотя бы потому, что это ничего не даст. То есть, ничего не даст ваша жена. Они ничего не дают, кроме негатива. Вот. Поэтому, обратиться здесь нужно к себе. Почему я так реагирую? Почему я так отреагирую? Вот. Почему это меня так зацепило? Чем меня это задело? Я боюсь измен? Я боюсь, что она мне изменит еще. А почему я этого боюсь? Как это влияет на меня? Ну, вот, напрямую, как это на меня влияет? Как я себя чувствую? Какие мысли у меня появляются из-за этого? Из-за того, что она может мне там, ну, изменить, например. Вот. Понимаете? Вот это нужно исследовать. Вау. Так что, я думаю, что здесь уместно провести слова Виктора Фрэнкла, да, что нужно стремиться быть не единственным мужчиной, в жизни женщиной. А последним. Я думаю, что слова Виктора Фрэнкла здесь, они вполне уместно. Вы стремитесь быть единственным в жизни, а последним в жизни своей женщины. Ах, последним. Чтобы вы были для нее последним. Не первым, и не единственным, а последним. Чтобы больше она ни с кем не захотела сближаться. Знаете? Вот. Ну и отношение к сексу, как я уже сказал, нужно корректировать, потому что оно у вас явно такое, знаете, ну, оно у вас явно стереотипично. Вот. Как по отношению к, ну, к жене вашей, так и по отношению вообще к понятию секса, да. Вот. Еще раз повторяю вам, а может быть, я этого не говорил, но мне кажется, что нужно этот момент прояснить. Изначально, 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 вы ушли, и вы ушли, вы ушли. Прямо это были проблемы, скорее всего. Так давайте же, давайте же, давайте же, мы с вами, так, подумаем. Давайте же, мы с вами подумаем. Собственно говоря, из-за чего вы ушли? Ну, ведь, эээ, какие-то проблемы вынудили вас уйти. Вас не остановили дети. Да, вас ничего не остановило. Вы ушли, вы захотели уйти, вы ушли. Так поясните, почему. Давайте обсудим, обсудим этот момент с вами и вашей женой. Будьте она выскажет свои чувства. Вы выскажете свои чувства. Вот. И поговорим. А пока определите именно ваши вот переживания. Именно вот ваши, ваши собственные эмоции, ваши собственные чувства. Вот. Это очень важно, потому что, пока вы переносите на человека, свои переживания, да, дела не будет. То есть, не будет в плане того, что вы не придёте ни к чему, это будет обвинение. Постоянное обвинение. Вот. Понятно, что ваша жена, она обвиняет вас в суть. Это понятно. Но, ваша жена, это жена, да, а мы говорим всё-таки, всё-таки про вас. Вот. Поэтому давайте будем ориентироваться исключительно на вас в этой ситуации. Вот. И подумаем, чего хотите. Лично вы. Вот. Вот лично вы чего хотите. Для себя, допустим. Вот. Вы хотите отношения со своей женой сохранить, сохранить? Если хотите сохранить отношения, хорошо. Мы вам в этом поможем. Для этого нужна работа вам над собой. Если вы не хотите сохранять отношения, то вам другое, другое дело, другое момент, другое направление. Вот. Так что определитесь сперва, определитесь сперва со своими целями. Целями определиться. Там дальше уже будет видно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Приятного��라icksals! Бию!